девчонки всем привет в этом видео мы с вами вместе протестируем в сравнении две пудры которая у нас уже вышла из каталога но была многими любима за счет того что она прекрасно справлялась с перекрытием во первых во вторых она немножко уменьшала поры визуально за счет того что у нее было небольшое подсвечивание был у нее один минус она была в единственном оттенке и на смену ну как мы все считаем пришла пудра в линейку skyline называется она soft focus вот в таком не очень удобном футляре я его очень не люблю этот футляр и называется она именно soft focus у меня в светлом оттенке 64 51 и мы с вами сейчас протестируем на двух частях лица и посмотрим какая из них справляется лучше в инстаграме я уже это показывала и кто меня смотрит в прямых эфирах те уже видели и знают мое предпочтение ну и также протестируем на глазах две туши тоже новинки вот faberlic получается вот это у нас заявлено как удлиняющая но на самой туши написано что у нее экстремальная длина и объем хотя в каталоге написано что только объем и я очень долго сомневалась брать ее или нет потому что я люблю объемные удлинящие мне не нравятся они оставляют ресницы тонкими ну а вот это вот у нас заявлено что супер объемная и hd то есть максимально все четко должно быть прокрашена ну вот мы с вами на один глаз нанесем одну на другой другую и посмотрим что из них лучше справляется ну и последних видео я все-таки начала краситься тенями я не знаю что меня сподвигло на это но достала я таки тени у меня самые любимые тени это линейка секрет 56 24 оттенок и мы тоже сделаем макияж на последних видео и фотографиях в инстаграме я с этими тенями и девчонки тоже интересуются что же это за тени вот я вам покажу у меня единственное что их недостаток одна кисточка я сейчас у родителей и с собой все кисти опять не взяла опять себя за это корю ну и протестируем лак для губ сейчас в каталоге номер один на него огромная скидка 40 41 я уже его тоже показывала мой оттенок 43 любимый бежевый а этот немножко потемнее но тоже очень много вопросов было мне в директ в инстаграме когда я выложила в историях себя с этим лаком на губах ну и начнем все таки с того что же у меня сейчас на лице тон я уже нанесла ну и я просто покажу в каталоге уже этого крема нет возможно у кого-то на складе в остатках он есть это сиси крем и он ложится мне мне очень нравится как он ложится с этим кремом тональным целая какая-то история загадочная то он есть у нас то его нет у нас сейчас опять нет и все это происходит без предупреждения внезапно в один прекрасный момент и открываешь сайт а там оказывается что какого-то какого-то продукта нет и даже артикул не пробивается то есть его больше и не будет и вот то же самое с этим сиси кремом я его очень люблю потому что он дает вот посмотрите у меня никакой пудры нет я просто затонировала лицо и у меня уже такой прям ровненький холст увлажненный с небольшим таким влажным финишем очень приятный тональный крем я бы честно говоря хотела чтобы его вернули когда-нибудь чудесным образом как уже такое возвращение у нас произошло и потому что он во-первых хорошо перекрывает во вторых очень хорошо увлажняет лицо она красиво смотрится но здесь есть spf 15 это тоже большой плюс но пока его нет поэтому я нанесла его уже подготовилась к нашему видео под глазами у меня корректор 02 19 из линейки beauty lab он просто выравнивает сравнивает до цвет лица после нанесения тонального и кожу вокруг глаз ну она у меня потемневшая но честно говоря если у вас есть какие-то проблемы под глазами допустим ярко выраженные синяки или как вот здесь у меня допустим очень близко расположен вены и если их не закрашивать то видны прям как они смотрятся синяками но вот этот корректор не справляется с такими очень сложными случаями он предназначен все-таки больше для выравнивания тона но не для сокрытия каких-то дефектов дефекты я скрываю корректором камуфляж катрис и только вот в этих областях ну и где-то вот если какие-то прыщички выскакивают их нужно замазать тоже вот этот корректор использую сейчас ну и на губы прямо сейчас вместе с вами нанесем новый бальзам зима в белой упаковке тот который вышел в этом году я его распечатала и что вы думаете что я обнаружила внутри этого бальзама ну по крайней мере по текстуре и по аромату это точная копия бальзамов оттеночных бальзамов которые у нас были по 59 рублей это у них акционная цена в общем в трех оттенках там бежевый розовый и какой-то бледно-розовый вот собственно то же самое сейчас вам покажу почему я не очень довольна в этот раз с этим бальзамом потому что он дает белесость губам он такой же жиденький когда наносишь на губы он похож на вот эти бальзамы оттеночные и на бальзам на знаете был с spf 30 который из солнцезащитной серии вот он такой же жиденький на губах также жидко ощущается а все предыдущие бальзамы зима они были очень плотные и даже порой их было тяжело разносить по сухим например губам потому что они были очень твердые и плотные но этот бальзам наносится очень легко несмотря на то что он вот так легко жидко как-то наносится похож даже на вазелин немножко по консистенции кто помнит что такой вазелин молодежь наверное не знает не помнит вот 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 он такой достаточно жидкий этим он мне не нравится несмотря на это он хорошо держится я уже я пока от знаете вот честно если бы была возможность купить бальзам зима прошлогодний который с клюквой я бы предпочла его этот мне ну пока повторять не хочется поэтому буду думать что покупать вместо него скорее всего это будет в сиреневый антивозрастной бальзам который мне тоже очень нравится но этот вот мне не нравится тем что он дает белесость губа губам но с другой стороны кому-то этот эффект может понравиться и он дает блеск то есть если бальзамы не дают блеска то этот дает прям хороший такой блеск как будто бы это блеск для губ а не бальзам но я уже заболталась очень много до всего еще не приступила давайте начнем все-таки с пудры которые у нас уже в каталоге нет эта линейка была представлена блогера мариевой и назвалась она у нас beauty box много про эту пудру говорить не буду просто мы сейчас будем сравнивать с вами наношу ее кистью и буду наносить давайте на правую половину лица эффект этой пудры был у нас заявлен как скрывающие поры мои поры однозначно надо скрывать они очень расширены и с этим я ничего поделать не могу и никто не сможет с этим ничего поделать с такими порами никакие сужу сужающие поры какие-то существуют средства но когда я начинаю сужать поры из них ничего не выходит образуются бугорки поэтому я предпочитаю иметь просто вот такие поры и спокойно я просто с этим смирилась и спокойно с этим живу другого лица у меня не будет поэтому люблю себя такой какая я у себя есть ну вот так я закрепила тональный крем оттенок на самом деле темный и белокожим он категорически не подходил но когда наносишь кистью всегда наносится все более легко более полу более прозрачно поэтому я с этим темным оттенком но посмотрите совершенно мне кажется не потемнело нисколечки и теперь мы на вторую щеку будем наносить пудру которая называется soft focus еще раз повторю оттенок пока у меня не стерся 64 51 наношу только кистью пока я не пользовалась ей на спонжем но вот здесь появились немножко вот такие вот засаленные места не знаю с чем связано обычно после использования кистей такого не появляется кисти хорошенько стряхнула набрала вот эту пудру и наносим на левую часть лица напоминает самый светлый оттенок я заказала еще оттенок потемнее у нас теперь есть выбор потемнее оттенок тоже мне было интересно попробовать и он у меня в пути получу получается там не за нас пункт выдачи откроется наверное 10 числа я тогда получу и будем сравнивать уже два оттенка так я попыталась прямо разграничить серединку и давайте сравним вообще пудры разные если вот даже их по текстуре смотреть по ощущениям на руках пудры разные то есть я то вообще думала что это будет та же самая пудра из вот этой вот коробочки перекочует вот в такую коробочку но нет оказывается кстати вот покажу кто думает где же тут если тут зеркало и спонж спонж упал спонж есть и зеркало находится под пудрой в этом самое большое неудобство этой упаковки потому что чтобы напудрится нужно делать бесконечно вот эти вот движения и это очень неудобно ну и плюс носить конечно эту пудру в сумочке в косметичке тоже неудобно из-за того что она вот такая вот пухленькая ну по факту давайте все-таки присмотримся к порам вот здесь у нас была пудра такая которая должна скрывать поры а здесь новая софт фокусы и девчонки я вот я не знаю как вы видно ли вам на камеру я уже как можно ближе к ней подошла с этой стороны мне нравится как поры скрыты лучше ну на мой взгляд лучше скрыты и новая пудра однозначно выигрывает даже за счет того что у нее два оттенка вместо одного ну и вот эта пудра проигрывает даже по сокрытию пор мне очень нравится вот эта новинка я однозначно могу мою рекомендовать сейчас у нас первом каталоге у всех кто делал заказы в 18 есть купоны поэтому воспользуйтесь для того чтобы взять эту пудру она получается по моему там 200 с небольшим это очень недорого за здесь по моему хороший объем граммов 8 здесь пудры я не смогу сейчас вам точно сказать сколько но пудра очень достойная несмотря на то что она у нас не в топовой линейке за кадром я нанесла румяна очень тонким слоем для того чтобы был такой естественный дневной макияж это румяна у меня буржуа 34 оттенок rose door я не знаю сколько лет вы еще будете наблюдать что я ими крашусь они не заканчиваются вот такая однушечка уже у меня много лет для начала они поначалу они мне казались какими-то очень яркими неподходящими мне по цвету но потом я оценила их не знаю то ли по-другому стал наносить то ли что в общем вот так вот едва едва буквально я прошлась по щечкам и создала прям такой естественный румянец у них есть немножко золотой шиммер и этот оттенок точно до сих пор есть продажи единственное что цена у них кусается конечно по сравнению с ценой faberlic но если учесть то с какой у них расход расход и сколько лет они могут вам прослужить то наверное это нормальная цена подвела бровки для бровей у меня карандаш 55 27 он уже вот такой маленький затачивающийся и кисточка у него обычная такая со щетинками мне она не очень нравится но я ей пользуюсь потому что удобно когда ты в одном карандаше все у тебя кисточкой все и за отдельной кистью никуда не нужно лезть вот это вот я не люблю когда нужно из 10 мест что-то доставать но и зафиксировала брови прозрачным гелем вы сейчас скажете марина где же он прозрачный на самом деле он выглядит вот так когда в новый это мне только что отдала дочь сказала нашла в косметичке забери пожалуйста она пользуется гелем divash я кстати снимала ее косметичку по вашему запросу можете посмотреть чем она у меня вообще пользуется в том деле очень широкая кисточка она мне не нравится вот эта маленькая тоненькая мне нравится вот у своего геля я уже убрала ограничитель чтобы использовать его до конца сейчас вам покажу как выглядит кисточка у этого геля только вот стряхну с нее излишки сейчас конечно видок будет не очень но вот вот такая она поменьше и более менее пушистая что я бы так сказал сейчас я подвела глаза каялом это оливковый оттенок номер у него номер 52 46 и эти каяла у нас тоже бывают по очень низкой цене по моему сейчас как раз в первом каталоге он у нас по низкой цене у него очень красивый такой оттенок которым сложно переборщить подводку ну я не считаю что сейчас у меня очень темно подведены глаза как например синим оттенком или изумрудным в общем мне он больше всех нравится ему больше всех люблю у него есть какой-то золотой подтон у этого каяла но в общем я его просто обожаю он у меня самый любимый из всех каялов ну и теперь давайте будем красить ресницы и на правый глаз мы нанесем вот эту тушь у нее артикул 52 48 и очень хорошо что в первом каталоге вся линейка глэм тим у нас доступна для покупки по купонам то есть эту тушь вы можете заказать со скидкой 50 процентов но еще и минусуется ваша скидка консультанта если вы еще не зарегистрированы на сайте faberlic то можете зарегистрироваться ко мне в команду по ссылке под этим видео и я буду вашим помощником буду рассказывать вам как товары из каталога можно купить дешевле я кстати целое видео снимала о том как выгодно было в 18 каталоге сделать свой заказ первый первых получить классный набор beauty lab ну и во вторых купоны на вот этот первый каталог для того чтобы вот это вот уже нашумевшую линейку глэм тим купить со скидкой ну и сейчас я на первый слой крашу вот этой тушью и вы видите как вдруг у меня из ничего начинают появляться ресницы и девчонки это тушь была заявлена как тушь для коротких ресниц я сто процентов уверена что она подойдет я уже несколько штук туши продала девчонкам у кого ресницы не такие длинные как у меня и на один слой они красят и настолько довольны остаются мне написали марина с одного слоя у меня такие ресницы я там другой тушью по три раза по три слоя наносила мне ничего подобного не было но она реально шикарная вот эта тушь я еще не знаю ни одного человека которому она бы не понравилась в комментариях видела кому-то не понравилось но из тех кому кто посмотрел мой пример домой мои ресницы после этой туши заказал я еще не знаю ни одного человека кому бы она не понравилась вот вообще для дневного макияжа достаточно будет и одного слоя наслаивать здесь практически уже ничего не нужно обратите внимание как гладко она ложится на ресницы она не комкуется она однозначно не осыпется у вас даже через 12 часов это сто процентов проверено вообще я не засекала никогда времени но я крашусь обычно в 7 утра а умываюсь наверное в 9 то есть проходит больше чем 12 часов и она в том же виде я прихожу умываться она остается в том же виде мой способ умывания кто меня давно смотрит знают я беру сначала мочу руку и размачиваю ресницы и снимаю тушь именно руками я не люблю не мицеллярку не двухфаской снимать у меня очень чувствительные глаза и они потом реагируют на все это они краснеют даже если их не щипит они все равно потом не очень хорошо себя чувствует поэтому большую часть туши я смываю именно водой так вот эту тушь размочить достаточно тяжело но она такой нюанс может немножко отпечататься на верхнем веке и на верхнем веке я тенями забыла накрасить ничего сейчас исправим сейчас мы возьмем тени и пока второй глаз не накрасила накрасимся тенями я сейчас про эту тушь закончу наслаивается она прекрасно давайте я второй слой нанесу но нужно все-таки было наносить его не болтать а наносить сразу но ресницы остаются мягкими вот что мне нравится они не засыхают как палки и не кончики у них не загибаются даже несмотря на то что она очень круто удлиняет но вы видите да что тут у меня с ресницами происходит они становятся все длиннее длиннее несмотря на это кончики не загибаются бывает такой эффект и мы его с вами видим на примере другой туши она не осыпется она смоется но обязательно да нужно использовать специальное средство и вот здесь вот она может немножко отпечататься но ровно вот с практически сразу как только ты и накрасишь а потом когда уже ты сотрешь вот это вот отпечатывание вот я задела ресницы нет клеились повторно она уже отпечатываться не будет но я не знаю возможно это из-за того что я не использовала тени с этой тушь сейчас у меня уже дочью конфисковала и я пользуюсь сейчас вот этой тушью это мне кажется самая крутая тушь которая сейчас существует в каталоге фаберлик она мне очень нравится я себе заказала эту дочь у меня забрала а я себе заказала повторно и так тени я сначала начну со светлого оттенка и нанесу его под бровь так я буду красить в зеркало которое в тенях она очень удобная и когда у вас нет под рукой зеркала она вас точно выручит белый оттенок имеет небольшой розоватый подтон сначала меня это раздражало сейчас я к этому привыкла и наношу его даже вот сюда немножко и растушевываю пальчиками немножко получается подсвечивание на скулах вместо хайлайтера и прекрасно сочетается с румянами нанесем еще на спинку носа немножечко буквально чуть-чуть и над верхней губой так в уголки глаз тоже обязательно начну с того глаза который не накрашен я люблю краситься кистями да с них больше бывает сыпется но вот наши тени они хорошо набираются на кисть и практически не осыпается темные конечно сейчас будет виднее как они сыпятся а эти нет так на центр века тоже нанесу светлый оттенок видите да наверное вам хорошо заметно что розовый подтон у них прям ярко выражено присутствует но красиво получается когда еще и вот этот розовый оттенок используешь я его использую в последнюю очередь вот эти два моих любимых оттенка два любимых цвета в принципе то есть это такой серо-коричневый оттенок и я возьму сегодня из двух тот что посветлее наношу его вот сюда в уголочек глаза я пока нанесу такой черновик то есть просто пятно а потом буду его растушевывать у меня там дерутся дети ресницы уже мешают конечно пошла сделала замечание иначе они бы тут расшумелись у нас не знаю как теперь набрала опять светлый оттенок и буду вот эту вот всю темноту немножко растушевывать у нас есть и растушевочная кисть ей конечно удобнее она бить бочоночка и очень удобно это делать вот так растушевываю границу на камеру даже издалека видно лучше я покажу вам сейчас розовый оттенок вот этот кстати 2 более темно-коричневый он больше сыпется и набираю розовый он абсолютно такой знаете не матовая сатиновый оттенок кто любит розовым грязно-розовый ну красиво ложится я вообще не люблю розовые оттенки но этот я добавляю я его очень долго обходила стороной а потом поняла что он тут очень-очень даже к месту он не дает какого-то прям ярко выраженного оттенка возможно если его наносить отдельно не на уже наложенные тени то он будет более ярким конечно увидите немножко затемняет приглушает блеск от светлого оттенка прекрасно вписывается в принципе макияж очень мне нравится эта палетка да в принципе все оттенки мне нравятся в линейке секрет стори новые тени я не покупала и не планирую так ну давайте подправим то что я тут сейчас сбила при нанесении тени нет тут засохла надо уже использовать зубочистку так ну и нижние реснички я буду к ним едва прикасаться просто потому что иначе они накраситься очень длинными чего я не люблю поэтому только у корешочков сейчас прикоснусь для того чтобы обозначить что внизу реснички у меня существуют ты нашла зубочистку и сейчас мы будем проводить разделение ресниц и все на ощупь реснички мягкие на палки не похожие покажу вам лак оттенок у меня 7563 такой вот видите серовато-бежевый мне очень понравился оттенок хотя давно не красила серыми оттенками все яркими да яркими тут прям захотелось очень он мне подошел ванильное небо я так и не купила теперь беру вторую тушь 5568 нее оттенок картику кисточка у нее другая то есть та была силиконовая это фибровая и это тушь наносится совершенно по-другому она не ложится на ресницы гладко вот это мне уже сразу не понравилось и она прилипает хуже то есть мы сейчас на один слой не добьемся того эффекта который мы получили с этой стороны и честно говоря объема она тоже особого не дает для объемной туши она слишком жидкая объемная тушь должна сразу огромным огромным количеством прилипать на каждую ресничку это такого не делает ну вот собственно что мы получили с первого слоя этой тушью давайте сразу пока первый слой чуть-чуть схватывается я прорисую нижние реснички она и к ним прилипает немножко в похуже ну и цвет у нее не такой черный как у туши в бордовом футляре я думаю это вот прям сразу заметно я бы hd название дала именно вот этой туши она ну сто процентов hd классно прокрашивает и очень черная ну теперь наношу второй слой но посмотрите на кисточку набирается не так много туши как хотелось бы для объемной сразу скажу большой минус этой туши в том что она засыхает до сухарей на ресницах и это ощущение не такое приятное как у вот это прям кремовая текстура и реснички на ощупь какие-то живые здесь они становятся пересушенными и как раз вот этот эффект про который я говорила кончики у них закручиваются в другую сторону то есть я крашу их сейчас снизу вверх а кончики потом отпустятся сверху вниз вот такими крючочками загнуться и сейчас они уже это делают начинают делать я их по второму слою сейчас обратно выпрямляю в другую сторону ну а вообще с первого раза у меня это тушь рисовала просто какие-то скрюченные палочки сухие и до сих пор она это и делает плюс ко всему через какое-то время она осыпается для меня осыпающаяся тушь это тушь на выброс я не могу мне все попадает в глаза это сразу портит вид ресниц они становятся визуально короче ну в общем эта тушь для меня лично неудачная если вы если у вас есть опыт использования этой туши положительный не как у меня то пожалуйста напишите что вам понравилось в этой туши и какие у вас ресницы самое главное да потому что у нас ресницы у всех разные у меня они вот такие длинные у кого-то они короче у кого-то ресницы вообще не загибаются и для каждых ресниц нужна своя тушь вот конкретно для таких ресниц мне больше нравится именно вот эта тушь мне кажется она вообще для любых ресниц подойдет и очень классно будет смотреться ну что нам осталось подкрасить губы и я беру лак для губ в оттенке 40 041 уж я точно не помню как он называется он достаточно яркий это у нас самый бледный оттенок в линейке лаков для губ это 40 043 он бежевый он очень красиво ложится таким нюдовым естественным каким-то блестящим он не растекается насчет темных оттенков ничего не могу сказать но конкретно мой вот этот 41 он не растекается я никогда не наш не наношу помады с карандашом только если куда-нибудь на выход красную помаду это использую полуматовые они чертят контур прекрасно и без карандаша так вот собственно все я накрасилась теперь готова выходить на улицу при полном параде до укладку я тоже уже с утра сделала я делаю ее на утюжок и немножко при при немножко фиксирую нашим лаком фаберлик я не знаю я особо в лаках не разбираюсь мне достаточно того как он работает все у меня закрепляет и два дня я буду ходить ну примерно вот с такими вот локонами девчонки еще раз напоминаю тем кто хочет купить все что я сейчас вам показала но еще не зарегистрирован на сайте проходите пожалуйста по ссылке под этим видео попадете ко мне в команду я буду рассказывать вам обо всех бонусах о том как оформить заказ что купить что не купить что лучше что хуже в общем я буду вашим помощником не покупать не продавать я никого не заставляю у нас все по любви ну а я обожаю просто пользоваться косметикой фаберлик потому что она во первых бюджетная а во вторых она дает классный эффект на лице собственно вы видите большое спасибо всем за просмотр я была рада видеть вас на моем канале с вами была марина соловьев до новых встреч пока